24 февраля 2022 года российская армия вторглась на территорию Украины. Наступление началось из севера, из юга, из востока. И вот уже прошло два года, как началось самое ужасное, что только может пережить человечество – война. Почему война настолько ужасна? Потому что есть периоды катастроф или голода, но именно война включает в себя все. Люди переживают и голод, и холод, и смерть. С начала войны более 10 миллионов беженцев покинули свои дома, а количество убитых перерастает от десятков в сотни тысяч. Некоторые даже не смогли похоронить своих родных, их просто не нашли. Это ужасная пора, это жизнь без правил. Это когда в человеке отключается человечность. Наступает время тьмы, где царствует зверская жестокость. Это когда взрослые и дети стоят свидетелями зверских сцен насилия и издевательств, вдыхая запах трупов, которых никто не хоронит, а собаки и звери их доедают. К сожалению, ракеты и снаряды не разбираются, где военные, а где мирные жители. У многих навсегда разрушены и потеряны их дома, их города, их бизнеса. А днем потеряно все нажитое имущество. Если вы и ваши дети не испытывали, что такое война, уточните лично для себя, если наши проблемы это действительно можно назвать проблемами. Война – это пора, где вопросов больше, чем ответов. Одни убивают, другие спрашивают, а стоит ли за это убивать людей. А многие до сих пор таки не поняли, за что их убивают. Самое сложное – это объяснить детям, почему идет война, за что папу убили, почему мы сидим в подвале и почему у нас нет воды и света. Дети стали жертвами психологических травм, и даже в тех местах, где нет войны, а просто идет дождь. Но когда внезапно гремит гром и молния, дети содрогаются и бегут к маме и с трепетом спрашивают, «Мама, и здесь война?» И вот уже два года глубокой боли и невозместимых потерь. Когда только началась война в Украине, в тот момент весь мир был на ушах, все внимание было приковано туда, но спустя некоторое время все забывается. Сегодня многие, как я, живем в других странах, и мы не ощущаем их боль и утрату. А те, которые в центре событий, со временем привыкают к сиренам, к звукам снарядов и самолетов. Кто-то по состоянию здоровья и других причин просто не смог выехать, бежать. Он должен просто жить, жить в кошмаре, надеясь выжить. Многие ждут, когда война закончится. Война закончится. Но ужас последствий войны не скоро закончится. Это разрушенная экономика, разрушенные города. Это множество сирот и вдов. Это психологические травмы на всю жизнь. Это калеки, беспомощные инвалиды. Это вражда, горечь и ненависть, которой хватит на целое поколение. Одно из самых мощных оружий этого мира – это пропаганда. Именно она сеет вражду и оправдывает зло. Пропаганда претендует на истину, но Христос сказал «Я есть истина». Христос и Его учение – это единственная и абсолютная истина, которая осталась среди погибающего мира. Если вам больно и трудно, я призываю вас, найдите эту истину. Она поможет вам жить, она утешит, направит и даст надежду. Очередная война еще раз напомнила, что у человечества нет сил, чтобы остановить зло. Никакая демократическая система, ни цивилизованное общество, никакая земная сила, месть не могут искоренить зло. Вот почему миру нужен спаситель. Единственный, кто может искоренить грех и зло в людях. В эти дни скорби и памяти я хотел бы выразить соболезнования и сострадания украинскому народу. Хочу напомнить нам, людям, когда у кого-то беда, тогда не нужно наставлять, тогда время просто сострадать. Это не время обсуждать политические позиции, разжигая гнев и вражду. Тот, кто никогда не пережил ужас войны, таким не стоит кого-то поучать. Иногда нужно просто промолчать. А главное – сострадать. Сострадать словами и делами. Как пастор я хочу поблагодарить всех служителей, которые остались в зоне боевых действий, которые, рискуя жизнью, продолжают служить людям. Благодарю каждого волонтера, который жертвует собой, недосыпает, спасает и эвакуирует людей. Спасибо тем, кто едет в самые горячие точки, доставляя людям хлеб и воду. За последние годы наша церковь отправила более 40 контейнеров гуманитарной помощи в Украину. И мы планируем и дальше продолжать помогать пострадавшим жертвам войны в Украине. Филиппийцам 4 глава написано. И мир Божий, который превыше всякого ума, пусть соблюдет или сохранит сердца ваши во Христе Иисусе. Друзья, благословляю вас миром. И только тогда, когда мы теряем этот мир в сердце, в доме или в стране, только тогда мы осознаем, насколько ценно иметь просто мир и покой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok